Всем привет! Меня зовут Алексей. Вы снова на канале Naked BPM. На этом канале мы разговариваем про бизнес-процессы, их автоматизацию и обо всем, что связано с BPM. Поэтому приведенные примеры не относятся ко всему на свете, а относятся именно к бизнес-процессам и автоматизации бизнеса. Сегодняшняя тема — парадоксы автоматизации. Мы привыкли воспринимать автоматизацию как благо, особенно технические специалисты. Чем больше, тем лучше. Идеальная организация — это та, в которой человек лишь отдыхает, а все работает уже само собой. Роботы, компьютеры и другие механизмы берут всю работу на себя. И тут возникает первый парадокс. Чтобы сопровождать такую систему, требуются более квалифицированные специалисты. Следовательно, дорогие и востребованные. Иногда увлекшись оптимизациями, можно получить обратный эффект — увеличение стоимости процесса. Особенно это заметно в проектах роботизации процесса. Иногда, внедряя RPA, удается сэкономить 2-3-4 FTE, то есть сэкономить на работе 2-4 сотрудников, которые выполняли эту работу ранее. Но теперь нам приходится содержать одного-двух специалистов по роботизации. Их зарплата обычно прилично выше зарплат тех, кого мы оптимизировали. А еще необходимо потратить деньги на приобретение лицензий программы и на серверное оборудование. А еще я забыл упомянуть про всевозможные подписки, которые тоже могут понадобиться. Часто такое случается и при реализации всевозможных редких интеграций. Тратится колоссальное средство на реализацию функций, которые могут вызываться пару раз в год, а то и вовсе не вызываться. В этом есть некоторый парадокс. Автоматизация убирает дешевых исполнителей, но добавляет дорогих. Второй парадокс автоматизации связан со стабильностью компаний. Автоматизация призвана снять работу с людей, а еще избавиться от ошибок вследствие человеческого фактора. Забыл, перепутал, сломал, потерял, не знал. И это в целом хорошо. Но часто люди думают, что вместе с работой снимается и ответственность. Исполнители радуются свободе и начинают расслабляться. Если механизмы работают не как надо, а механизмы часто работают не как надо, начинаются проблемы. Если возникает системный сбой, это может парализовать организацию. Поэтому любая автоматизация в какой-то степени увеличивает уязвимость системы. Так как в случае поломки процессы могут также попросту сломаться. Если нет какого-то плана B действий в таких ситуациях. Вообще, классическая формулировка парадокса автоматизации звучит примерно так. Чем мощнее и сложнее машина, тем менее опытны ее операторы. Сотрудникам проще чувствовать себя винтиками в механизме. И автоматизация часто мешает управлению процессами. Сложно видеть общую картину за интерфейсами различных, часто не очень дружелюбных систем. Слышали про итальянскую забастовку? Это когда сотрудники саботируют, делая свою работу в строгом соответствии со всеми правилами. Это абсурдно. Но иногда это приводит к коллапсу системы. Так как в строгом соответствии с правилами часто работа просто не может быть сделана. Так вот, системы вроде BPMS часто не дают работать по-другому. Только по правилам. И это ведет к снижению эффективности компании на любых отклонениях процессов. Все, что не подходит под общее правило, будет так или иначе тормозиться. И речь не только про комфорт и качество исполнения процессов, но и про безопасность. Плохо спроектированный бизнес-процесс на атомной электростанции может иметь очень серьезное посредство. Конечно, не все бизнес-процессы связаны с авиацией, космосом и атомной электроэнергетикой. Но в бизнесе бизнес-процессы могут быть также очень важны и вполне могут приводить к коллапсу организации. А еще автоматизация позволяет здорово разогнать любую неэффективность. Как говорят классики, автоматизация хаоса приводит к автоматизированному хаосу. И процесс, который ранее как-то выполнялся бдительными сотрудниками-героями, теперь здорово ускоряется. Хорошие процессы будут работать быстрее и качественнее после автоматизации, плохие процессы еще более плохо. Поэтому очень важно перед автоматизацией процесса его оптимизировать. И не забывать оптимизировать непрерывно. Плохая автоматизация, которая не соответствует реалиям времени, будет мешать исполнителям. Но давайте подведем итоги. Никто не отрицает пользу автоматизированных систем. Нет, автоматизация делает нашу жизнь проще, комфортнее и безопаснее. Просто нужно понимать риски и управлять ими. Вы же не жалуетесь, что автомобили с улиц только в мороке в виде прав, заправочных станций, поиска парковки и много чего еще. В современном мире это меньшая цена, чем каждый день преодолевает 30 км в день пешком. И так как поломка автомобиля случается у вас не каждый день, то от использования этой технологии вы в целом выигрываете. При автоматизации бизнес-процессов нужно иметь в виду, что в процессах бывают отклонения. Ситуации не всегда бывают шаблонными. Всегда что-то может пойти не так и к этому нужно быть готовым. А еще автоматизация это не сама цель. Она призвана делать ваши процессы лучше. Если вложенные усилия не приносят соизмеримого результата, заниматься этим точно не стоит. На сегодня у меня все. Не забываем подписываться на канал, чтобы не пропускать следующие выпуски. Ждем ваших комментариев под видео. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok